Я Алиса Йоффе и эта выставка называется «Адрес». Адрес, как будто это вопрос таксиста, какой адрес. Эта выставка посвящена движению. Здесь все работы связаны с движением, с перемещением в пространстве, и живопись здесь представлена как ряд объектов, между которыми ты перемещаешься от одного к другому, как несколько ситуаций. Ты попадаешь из одной ситуации в другую. Творчество Алисы Йоффе – это потрясающий вариант полемики, спора между различными традициями, классики и модернизма. И эта выставка во многом такое скитание, да, это образ пути, образ скитальца, цыгана, какого-то странного путника, который по этим мирам путешествует и их завязывает узлом даже иногда. Выставка вписана в старинный интерьер, который тоже есть борьба времени с искусством, который тоже есть образ пути, образ дороги и образ странствия. Литмотив творчества Алисы – это удивительно точно, очень интересно, потому что все устали от цитат, от прямых цитат. Столько умудрённых опытов жизненным, что солидаризироваться напрямую с модернизмом и авангардом тоже было бы странно и во многом бесперспективно. А вот такое путешествие, странствие или, как говорят теоретики мета-модерна, качели, некие раскачивания, бесконечные странствия в поисках амплитуды, вот амплитуды нашего зависания, то здесь, то там. Вот это, наверное, самый честный путь. То есть мы должны быть серфингистами в каком-то удивительном океане культуры и выбрать точную навигацию, чтобы сохранить баланс и сохранить равновесие. Ну, выставка о том, как художник выходит в объём, в плоскости. Хотя я сейчас смотрю на это и думаю, что на самом деле всегда, ведь, строго говоря, у Алисы все её работы были скульптурными, потому что... Что такое скульптура? Это, строго говоря, некая масса, которая отбрасывает тени, да? Вот без тени скульптуры нет. Поскольку у Алисы уже давно, довольно давно всё достаточно такое контрастно-чёрно-белое, то можно представить себе, что её вещи, вот те, которые были раньше, до этой выставки, эти работы, плоские работы — это тени от скульптур, которых мы не видим. Просто вот тени, тени. И действительно, в общем-то, она была таким, была и, ну, и остается, наверное, во-моему, таким... Живописцам теней. Она, так скажем, гудает, когда пишет какие-то сюжеты из телевизора, из политики. Она смотрит на это, она следит за тем, как эти люди себя ведут и какую вот именно тень такую они отбрасывают. И прорисовывают эту тень. Эта тень сейчас такая макабрически уродливая, что вполне соответствует, наверное, действительности. Сейчас мы находимся в большом зале, где выставлено три объекта. Это одна картина, большое поломанное лицо на прозрачной вуале. На нём краска как бы застыла в невесомости.